друзья друзья приветствую а сейчас я возьму либо микрофон либо наушники для того чтобы у меня было лучше слышно пока вы собираетесь я уже появился а меня еще нет готовы в нем летит так я где-то час где-то мои остались записи которыми я хотел с вами поделиться а вы пока пишите как ваше настроение пока я одеваю наушники привет ждем да ребят супер супер спасибо спасибо что ждете спасибо 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 1 2 3 1 2 3 но здесь мне слышно 1 2 3 1 2 3 должно быть нормально она в ютюбе я тоже вот я ставлю 1 2 3 1 2 3 но здесь мне слышно 1 2 3 1 2 3 должно быть нормально ну окей окей ура 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 все отлично друзья уже слышно есть есть звук хорошо что хорошо что мы разобрались на самом деле глюк какой-то был с трансляцией все супер классно я очень 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 рад всем привет без наушников был звук теперь есть всем привет русскоговорящим жителям планеты будем вещать сегодня здесь будем отвечать на ваши вопросы потому что многие люди говорили слушай там когда ты выйдешь прямой эфир когда ты поотвечаешь на наши вопросы на самом деле не хочется там быть каким-то напряженным и чем-то грузить здесь я записал себе несколько вещей мы сегодня поговорим с вами о том стоит ли покупать биток сейчас или подождать коррекции будет ли коррекция а также мы поговорим с вами о майнинге битка потому что сейчас идет реально бум на с 9 мои друзья товарищи которые сейчас находятся в китае занимаются оборудованием они говорят что огромный наплыв уже продано все на январь месяц мы об этом тоже поговорим очень страшно заходить по такой цене биток мы тоже об этом поговорим давайте я наверно начну с истории я здесь себе записал на покупатели продавать биток когда-то когда в сентябре не в сентябре в августе месяце июль август месяце мне ребята сказали позвонили верятим слушай как ты думаешь а тогда если вы помните мы сходили на 3 700 и потом откатились там на 2 500 потом опять сходили на 3 чем-то и все ждали отката после того как после того как был рост и ребята позвонили они хотели довольно таки крупную сумму купить я не помню для чего они куда-то они хотели заходить или в крипту или зайти чтобы разложить в портфель я в общем не помню или майнеры они хотели купить они сказали мы подождем пока будет коррекция потом я с ними связался когда уже было 7000 и они так и не купили bitcoin после этого я знаю очень много людей которые хотели купить на 7 на 8000 когда он был по 9 я знаю много людей которые когда он был по 7 хотели его купить по 5 и так и не купили я знаю очень много людей который мой друг хороший друг который хотел купить по 10 тысяч он мы с ним общались как думаешь стоит заходить или не стоит а я говорю да конечно слушай если говорю тебе ты трейдер сейчас мы с вами поговорим на сейчас мы с вами поговорим о вопросах ваших давайте расскажу историю я говорю слушай если ты трейдер и ты будешь смотреть за этим постоянно то тебе стоит купить сейчас то действует подождать коррекцию например если ты не трейдеры ты покупаешь себе на долгосрок и ты будешь заходить в монету там заходить на биржу один-два раза в день а то и не будешь заходить один-два раза в день то тебе лучше не стоит этого делать ты лучше купи по той цене по которой есть сейчас потому что ты пожалеешь и вот мы два дня назад не созвонились и получилось так что до сих пор он не купил себе биток по поводу давайте буду на как у нас вопрос ответ на мы будем с вами говорить кто хомяк тот покупает ну кто кит тот продает по поводу биткоинов ну я вам сейчас рассказал много историй да кто хомяк тут вы сами уже человек может решать если он готов определить коррекцию да если он готов потому что коррекция бывает у нас были коррекции она может быть там в моменте часа моменте двух часов вы готовы словить эту коррекцию если вы не будете в носу ковыряться или спать или еще что-то так как вы заходите там один-два раза в день на бирже к примеру если такой человек если человек сидит за компьютером 24 часа в сутки то окей конечно тогда у него будет все окей сейчас альты прут так что нужно брать твоем твои мысли про децентрализованные биржи мои мысли про децентрализованные биржи очень хорошо но кто будет решать задачи которой перед ними бы становится я думаю что в будущем а бирже будут ски уходите более децентрализованным моментом почему потому что а пиржи это такой то есть все равно ее кто-то создал путин децентрализована или не или не децентрализованная, все равно за нее должен кто-то отвечать. Если за нее должен кто-то отвечать, то она уже децентрализованная. То есть если она там, ну, по всем правилам работает в децентрализованной площадке, но по закону она должна отвечать как децентрализованная площадка. С битком не работаю, определенный с таким, как работаю определение и тактики, такие, как на фиатных биржах, вернее, работают они на 50-50. Не совсем понял вопрос, что вы пишете. Я про Waves, да, по поводу Waves интересная площадка, я очень долго был против Waves, ну как против Waves, я не видел в нем какой-то там серьезного актива, пока не разобрался с их биржей, пока не разобрался. Кстати, скачайте себе на Google диск биржу Waves, у них есть биржа, у них есть там кошелек, вы можете там торговать, вы можете там участвовать в токенах, там токен можно создать за 2-3 доллара, в принципе, вы можете создать свой токен и им пользоваться. Так, сколько, Дмитрий, сколько все-таки форков будет у битка в декабре? Вот реально по поводу форков, да, мы сейчас по майнингу с вами еще поговорим, по поводу форков, форки. Я читал в чатах много вопросов, что люди пишут, слушай, я не совсем понимаю, для чего вообще делаются эти форки, для чего они нужны и как они влияют на этот рынок. И форки сейчас на самом деле создавать крипту на новом каком-то алгоритме, допустим, proof of work, это в принципе очень сложно. Гораздо проще сделать форк за счет имени битка, выехать, за счет этого пропиариться и потом уже как бы выпустить на рынок. Форки будут выходить до тех пор, это как ICO, сейчас эра форков, они будут идти до тех пор, пока это будут кушать, пока это будут воспринимать люди и этим жить, и пока на этом можно будет заработать. Как только люди перестанут переливать все свои битки, все свои альткоины, менять на биткоин, чтобы получить форк, когда форки перестанут пампиться, и их будет очень много уже, тогда, я думаю, эра форков пройдет. Говорят, что надо брать D3, Dash будет расти в 2008 году сильно. Давайте про эту историю поговорим. 2018 год, Dash, я себе записываю просто, и D3, D3, X11, друзья, айбелинки, X22, сейчас вам расскажу классную историю. Dash, если переживет откат битка и не упадет, будет рост. Сейчас давайте прочитаю, а вспомню, цены в сентябре. Откуда у меня блокчейн появился биток, вот я вижу. Давайте по поводу пару слов о IOTA. IOTA давайте тоже запишу себе, IOTA очень сильно порадовала, и IOTA тоже записал себе. Ребят, потому что комментарии уходят, я себе сделаю пометочки, чтобы мы с вами поговорили. По поводу DashCoin, очень интересная ситуация, когда мы продали, когда мы майнеры продавали, очень много майнеров продали на DashCoin, и многие люди сказали, прошло время, Dash сильно упал, и добыча DashCoin увеличилась. То есть, точнее, если калькуляторы показывали, что можно отбить свои вложенные деньги с помощью добычи криптовалюты Dash за один, за два, за три месяца, то потом это пришлось на год, на два года, и люди начали паниковать, говорят, блин, это какой-то бред. Мы говорили, да, и я говорил, кто помнит, что на основании, и у меня видео было с Максимом, это тот человек, который представитель и занимается продажами майнеров по всему миру, он в Китае живет. Мы говорили, что есть комьюнити Dash, и да, стало много майнеров, и эти люди не будут готовы продавать DashCoin за дешево. Вот, ну, в принципе, то и случилось, то, о чем мы говорили. Теперь многие говорят, что нужно опять майнить Dash, а я знаю, хочу вам один секрет рассказать, что сейчас майнеры D3, X11 на DashCoin можно купить за дешево. Вот, вот это вот очень круто. У тех людей, кто не верит сейчас в DashCoin, особенно, когда вот он упал, был по 200, по 300 долларов, мне предлагали майнеры там по 1000, по 1300, которые люди покупали там 5 месяцев назад, там 4 месяца назад по предзаказу, покупали их там за 3, за 4, за 5 тысяч долларов. Биткоин, биткоин кэш, ЭТ, Эфириум, пожалуйста, пару слов тоже запишу себе. Бизнес и эфир. А, именно эфир. Ребят, по поводу эфира, по поводу эфира классик, в принципе, по новостям может стрельнуть, да, по изменениям. Но есть свои нюансы. По поводу эфира, не буду, давайте, не будем, эфир, это, наверное, сложная тема, это тема отдельного вообще диалога. Какие у меня мысли по поводу фьючерсов на биток? Какие у меня мысли по поводу фьючерсов на биток? Это интересно. И, кстати, кстати, ребята, есть такая крутая тема. Спасибо, кто спросил за фьючерсы. Я вам сейчас, я записываю тему управления. Управление. Буквально вчера я разговаривал со своим товарищем, который тоже живет в Китае, как говорится, NXT. Сколько вопросов у вас. Ну, Сиакоин, ребят, помпанули уже, ну что вы. NXT тоже поговорим. Давайте расскажу за управление и за то, что происходит с рынком битка вообще. Да, да, вы вообще все красавчики. И вам всем привет, хороший, теплый. Такая оживленная беседа. Давайте. По поводу управления. Вчера разговариваю, кстати, привет Павлу Коваленко, тебе передаю. Он сейчас в Китае находится. И я, мы с ним вчера рассуждали. Знаете, когда ты созваниваешься со своим другом, и вы просто вдвоем помешаны на криптовалюте, и вы разговариваете часами, делаете предположение, почему происходит та или иная ситуация, развивается рынок тем или иным образом. И мы предположили, смотрите, он выдвинул такую классную стратегию, предположение, я поддержал. Если у нас есть, если у нас есть биток, если у нас есть рынок фьючерсов, да, сейчас запускается, и это поддержали, как вы думаете, если бы, если бы, если бы, ну, есть у нас некая, да, там, финансовая организация мировая, которая выпускает доллары, которая выпускает доллары, да, вы все знаете, как она называется, мы не будем там называть каких-то имен, вот. Вот, и они могут, в принципе, если бы эти люди захотели, эти люди управляют миром, да, а если бы эти люди захотели, они бы могли что сделать? Они бы уже могли задушить биткоин, какую мы, и вы сейчас оцените, да, мысль, либо эти люди уже зарегулировали биткоин, либо они его создавали. То есть, понимаете, о чем я говорю? Вот сейчас такую, вникнетесь просто, потому что есть определенная такая кормушка, есть доллар, этот доллар уже давно, как бы, устоялся, он управляется определенными людьми, есть люди, которые управляют этим миром, ну, да, как бы, сейчас немножко поговорим, и на их территории появилась некая криптовалюта, которая, ну, играет под децентрализованным правилом, никому не принадлежит и так дальше, и так дальше. Я думаю, и мы пришли к такому выводу, ну, просто обсуждали, то есть, это вам, да, как бы, почва для размышления, что либо уже он зарегулирован, либо он создан кем-то из таких людей, потому что ему позволяют, да, деривативы, фьючерсы, то есть, позволяют этому активу двигаться и развиваться. То есть, а почему, да, вопрос дальше у нас пошел, размышление, то есть, если у людей могут свободно печатать доллары, да, и управлять миром, то для чего им биткоин? Они за эти доллары могут покупать все, что им нужно. Но есть другой момент, можно купить, можно за биткоин купить другие вещи. Понимаете, о чем я говорю? Они хотят манипулировать битком, это и понятно, манипулировать, за биток покупать. Ну, то есть, еще один инструмент управления, и если бы он, ну, мне лично слабо верится, если бы этот инструмент управления не был бы подконтрольным этим многоуважаемым людям, то, я думаю, была бы сильная война, и о никаких там фьючерсах не шла бы речь. Также по поводу фьючерсов, да, сейчас мы по Корее, там какие-то новости, я уже выходил в эфир, и я не совсем их успел отследить. Какую сложность сложно убить? Все это придумал. Ребят, пишите комментарии, Ripple, пожалуйста. Пару слов о Ripple. Это по поводу управления и регулирования битка. Да, есть такая, это мысль всего лишь, да, которая у нас была вчера. И мы когда с другом разговаривали, то есть она, в принципе, можно о ней подумать, и где-то логика и почва под ней есть. Также вы говорили по поводу, что мы еще говорили? По поводу Даши мы обсудили, по поводу майнера на биток. Давайте поговорим майнинг на S9. Не знаю, может все, кто-то знает, кто-то не знает, но сейчас, если у нас там 3-4 месяца назад, 5 месяцев назад был бум на Dashcoin, на майнеры, то сейчас бум у нас на биткоин. Все хотят майнить биткоин, все хотят добывать биткоин. Ну вы посмотрите, у нас 5 тысяч недавно биток стоил, сейчас он стоит 13 тысяч, там все думают, что он будет сейчас стоить 20 тысяч, о коррекции мы тоже сейчас еще с вами поговорим. И все ломанулись покупать майнеры на биток. И так что произошло? S9 можно было купить еще буквально 2 недели назад на банч, банч на январь, банч это называется партия, да, в битке. Можно было купить по 2 400. Ну это мой выход, да, то есть через тех людей, которых я покупаю. Так, на январь месяц. Сегодня я созвонился с человеком, и он мне сказал, что январь месяц закрыт полностью, и уже идет банч на февраль. Это по предзаказу по 2 400. То есть сейчас, что он мне предложил на сегодняшний день, они продают людям, это 3 400-3 600 в наличии в Китае S9. Кто знает, кто мне напишет, ребят, сейчас в чате, сколько на сегодняшний день, ну я помню, на вчерашний день, сколько дает S9 в месяц? Сколько майонер S9 дает в месяц? Реально, вы знаете? Напишите, пожалуйста. Сколько майонер S9 дает в месяц нам денежек? Манера прет. 700. Супер, 700 баксов. Да, да, друзья, 700 баксов. 700, 800, 900, да, супер. Спасибо, ребят, за вашу активность. На самом деле, если ты покупаешь майнер там сегодня в наличии, ну нет смысла, я считаю, ждать до февраля, потому что непонятно, что там будет происходить. То есть, если бы я брал на сегодняшний день майнеры и хотел бы брать, и вам, вы хотите брать, я бы брал в наличии. Да, это дороже, да, это там 3 500, 3 600, 3 400, но вы уже до, отобьете почти там, если будет рост цены биткоина, да, продолжится, то вы можете за 2, за 3 месяца его отбить, а так вы его только получите в том времени. По поводу майнинга биткоина, конечно же, количество людей увеличивается, которые его майнят, и тот же самый биток будет распределяться среди тех же самых людей, которые есть, да, количество людей наполняется, а выпущенные битки, они лимитированы, да, то есть за добычу блока даются. Привет, привет, Андрей. Вот, поэтому, конечно же, сейчас все комьюнити людей, которые занимаются майнингом, оборудованием и с Максимом я сегодня разговаривал, он говорит, конечно же, нужно майнить биток. Ну, то есть сейчас такой хайп, но никто не знает, что будет завтра, мы с вами не гадалки, и в предыдущих своих видео я говорил всегда, что, ребята, не нужно гадать, что происходит на рынке, нужно просто работать по рынку, то, что он дает, какие возможности, просто их брать. По поводу коррекции. Я в самом начале нашей беседы сегодня говорил вам, что многие люди, кто не торгует так активно, а у него есть его вид деятельности, допустим, у вас есть ваш бизнес, у вас есть работа, у вас есть какой-то еще род занятости, и вы не можете 24 на 7 быть на бирже, следить за этим всем, вы просто заходите тогда, когда вам удобно, и если вы ждете в таком формате коррекцию и надеетесь ее словить, то у меня как бы не совсем хорошие новости, что это вряд ли, потому что, чтобы ловить коррекцию, во-первых, нужно иметь опыт, во-вторых, нужно это все дело как бы мониторить и находиться в моменте здесь и сейчас. Подскажите, пожалуйста, где можно в наличии взять в Украине С9, а лучше в личку. Вы сами, вы можете, ребят, под этим видео, под этим видео, кстати, под этим видео есть моя личка в Telegram, если у вас есть по майнерам вопросы, можете писать мне. В Украине С9 в наличии, ребят, они будут в два раза дороже стоить, наверное, тех сумм, которые я назвал, ну не в два раза, но гораздо дороже. Там есть мой Telegram личный, также там есть наш, у нас есть бесплатный чат, Telegram чат, и в этом Telegram чате добавляйтесь, там реально хороший полезный контент, и часто я там что-то пишу, конечно, не всегда получается, но стараюсь. По поводу коррекции, я сказал, если вы не тот человек, который постоянно отслеживает это, я думаю, нет смысла ждать какую-то коррекцию, потому что, скорее всего, большая вероятность, что вы увидите просто рост биткоина, и не попадете на коррекцию, а просто у вас, вы хотели купить, вы хотели увидеть коррекцию, когда было 11 тысяч, и купить по 10, а купите потом по 13. И опять же, если вы верите в криптовалюту, если вы увидите в этом будущее, то, как ни прискорбно в нашей ситуации сейчас об этом говорить, все растет в первую очередь через биток, все растет в первую очередь через биток. Да, друзья, я тоже хочу коррекцию битка, да, я тоже хочу биток по 3 тысячи, да, я об этом мечтаю, да, это очень круто, но будет это или нет, мы идем по тренду. По поводу верю в ИОТа, по поводу ИОТа мы поговорим. У ИОТа очень хорошие новости, она у нас, по-моему, на Bitfinex, да, добавляется? Добавилась уже на Bitfinex, по-моему, еще нет, но эта новость тоже повлияла на рост. Нео, нео, да, нео очень отличная монета. Нео новый тренд, и я сейчас рассматриваю, именно сейчас, в данный момент, вот перед видео я смотрел, чтобы войти в нео, но сейчас пока смотрю, пока что не решил. Фьючерс и скам, только реальный товар, это очень хороший инструмент манипулирования ценой. Ну, по поводу Кореи вы пишете, по поводу фьючерс и скам. Ребят, по поводу прогноза на дашь вы пишете, прогноз на дашь, я говорил, что до нового года и до лета дашь будет стоить 500 долларов, но он уже перевалил, да, поэтому мой прогноз я буду обновлять. Так, BitFenix есть. Теперь по поводу, сейчас я посмотрю, что мы еще с вами не обсудили. По поводу коррекции, понятно, коррекция по-любому будет. Ну, мое мнение такое, что коррекция, конечно же, давайте так, давайте здраво смотреть на вещи. Давайте я возьму новый лист бумаги. Друзья, я еще раз прошу прощения за звук, наверное, он отвратительный, потому что, я не знаю, наушники я не надел, и не знаю, что это будет, но я думаю, вы меня простите. Мой микрофон студийный, он едет ко мне. Вот, и давайте посмотрим по поводу с вами, по поводу коррекции. Вот у нас, мы с вами росли, росли даже с 5000, да, и в истории еще такого не было. В истории еще такого не было, что происходит сейчас с биткоином. И, конечно же, коррекция будет. Вопрос, когда она будет? Вопрос, будет она на каком уровне? То есть, когда это будет? Это будет на 20 тысяч. Потому что коррекция сейчас там в 1000 долларов, в принципе, она реальна. Почему? Потому что огромное количество людей входят в криптовалюту. Я сам как спикер, я сам как тренер, человек, который рассказывает про трейдинг, про майнинг, да, и провожу тренинги, я вижу, насколько огромное количество людей приходит на этот рынок. И вы знаете, дружа, что самое интересное, я вам расскажу прикол. То, что я как спикер, я всегда думаю, ой, блин, сколько же умных людей, сколько людей уже в этом разбираются, и нужно давать какой-то контент серьезный, мощный, который будет прям мясо, да, такое, которое будут люди там понимать и применять. Но, когда я понимаю, когда я вижу огромное количество людей, которые даже не знают, как скачать кошелек, которые хотят купить биткоин, хотят разобраться, что такое блокчейн, что такое криптовалюта, с чем ее едят, и вот таких простых сейчас вопросов гораздо больше, чем людей, которые что-то знают, огромное их количество. Это говорит о том, что сейчас идет огромный поток людей в крипторынок. Это говорит о том, что в крипторынок люди входят через биток. И, понятное дело, мы с вами видим, да, плюс новости, плюс рост, и мы с вами видим, конечно же, рост криптовалюты нашего папы, да, битка. Конечно же, это будет продолжаться. Это будет... 10 друзей взавел вывод. Красавчик. Вот, смотри, чтобы они тебе потом арата не сделали, если что-то пойдет не так. Конечно же, это будет продолжаться, если рынок капитализации всей криптовалюты будет наполняться, наполняется она через биток. Конечно же, многие из нас хотят, чтобы все, чтобы рынок немножко стабилизировался, да, была коррекция, чтобы покупать криптовалютного золота, биточка подешевле. По поводу, что это пирамида, ребят, ну, давайте, вот интересно, вот, я очень хорошо знаю, что такое пирамида, и давайте я вам, хотите, если вы поставите сейчас плюсик, я вам просто проведу аналогию, почему биток это не пирамида. Это похоже чем-то, если вы сейчас поставите плюсы, я вам, ну, давайте чуть-чуть об этом поговорим, вот я записал пирамида, и сейчас сначала я доскажу о том, о том, что по поводу коррекции, если ставите плюсик, я продолжаю, если, да, может, правда кому-то, потому что реально, ребят, не все об этом знают. Да, но нет, да, но нет. Плюсик по поводу пирамиды, давайте закончим, по поводу коррекции, что у нас с вами с коррекцией? У нас с вами происходит такая вещь, что на рынке коррекция может быть и на 30 тысяч, и на 40 тысяч, и на 50 тысяч, прям такая, серьезная. И никто не знает, когда она будет. Я думаю, что нужно действовать по рынку. И когда она будет, она будет затяжная, не прям такая резкая. Почему? Потому что крупные игроки будут сливать этот биток. И вы сможете потом уже более пристально смотреть за биткоином и купить на том моменте, когда уже не то, что вы подумаете дно, а когда уже будет разворот после коррекции. У меня лично такая стратегия. Если бы сейчас была коррекция, я бы покупал биток тогда, ну я бы продал, соответственно, биток, а потом бы покупал его тогда, когда бы уже увидел разворот после коррекции. Ну, говорить об этом не имеет смысла. Если вы торгуете, если вы торгуете активно внутри дня, то вам, конечно же, вы можете торговать битком. И вопрос, покупать или не покупать биток, у вас не стоит. Вопрос, покупать биток или не покупать, стоит у тех людей, кто не торгует постоянно. Поэтому, я всегда говорю так, есть два момента. Если ты купишь биток сегодня, и он упадет, то он по-любому выровняется потом и будет стоить больше. Если ты сегодня не купишь биток в надежде на то, что он скорректируется и упадет, а он не упадет и понесется вверх, то ты уже никогда можешь не купить его по этой цене. Поэтому, каждый сам для себя решает, что ему делать. Не ждите коррекции, время не то. Она будет по-любому, но вопрос, когда и на сколько она будет. Может, это будет тысяча долларов, как мы сейчас видели. На самом деле, мы видели с вами коррекцию до 8-800. 8-700 вот была коррекция у нас, поглубже, да, которая, когда мы там 10 было, потом у нас 8-800 было. Мы доходили до этой отметки. По поводу пирамида или не пирамида. Очень интересный фактор. На самом деле, не все понимают, многие люди считают сетевой маркетинг пирамидой. На самом деле, пирамида, можно сказать, что доллар – это пирамида, но доллар – это такая глобальная пирамида, которую я бы не стал называть пирамидой. То есть, пирамида – это в первую очередь то, что имеет доллар, можно сказать, что да, тоже пирамида. Но больше для понимания пирамида – это тогда, когда, во-первых, это имеет лимит во времени, и это закончится. Почему это закончится? Потому что старые люди, пришедшие вчера, получают за счет тех, которые приходят сегодня. Грубо говоря, если вы получаете какой-то фиксированный процент, в биткоине нет какого-то фиксированного процента, вы не получаете, как в какой-то пирамиде, которых сегодня дофига, 20% в месяц, 30% в месяц или 15% в месяц фиксировано. Здесь все зависит от спроса и предложения. Если люди покупают, если они верят в это, и они знают о том, что цена криптовалюты биткоин может равняться нулю завтра, она может упасть, если люди ее начнут продавать. Как правило, в пирамиде обещают какой-то фиксированный процент. И этот фиксированный процент зависит от вновь пришедших людей. Грубо говоря, я принес 100 долларов, эти 100 долларов инвестировал. Мне говорят, Дима, ты будешь получать 20 долларов в месяц. Эти 20 долларов в месяц мне получают. Но за счет чего я их получаю? Мои деньги не работают, они просто лежат. И приходит другой человек, человек X, он приносит еще 100 долларов. И мне с его 100 долларов, грубо говоря, на следующий месяц у меня 120 долларов. Ну и так дальше, и так дальше. Хотят купить биткоин на 100 тысяч долларов и ждут коррекции как бога. Ребят, у меня люди, у меня лично люди, которые ко мне обращались на 5 миллионов долларов, когда было по 9, по 8 тысяч, на 5 миллионов, у них 5 миллионов в руках. Мы с ними уже ведем диалог, но я за свою комиссию должен был им помочь приобрести этот биткоин. И они ждут коррекцию до сих пор. Представляете, они бы миллион долларов уже заработали. Ну это так все, ребят. Еще есть одна такая важная фишка. Когда все летит вверх, на Луну, все говорят, что и будет лететь на Луну. Когда все летит вниз, все говорят, все пипец, все пропало. То же самое часто происходит. Сейчас все говорят Иота. Иота сделала хорошее движение уже, друзья. Тут она может дальше полететь, она может сделать еще такое же движение. Да, но рисков сейчас больше. Вы понимаете, что после такого огромного роста, может быть, 500% за пару дней. Но это очень много. Там вообще меньше доллара стоило, что она долетела до 5, до 5,5 долларов. Понятное дело, что, ну, когда мой батя говорит, я видел биток по 0,01 цент. Вот, поэтому всегда нужно быть аккуратным. Если вы заходите уже в такой хайп, если вы заходите в такую штуку, то всегда, всегда давайте себе отчет, что вы делаете и как делаете. И всегда выставляете, если перегретую монету входите, выставляете стоп. Так, что у нас еще? Что у нас еще? Какие вопросы вы мне еще задавали? У меня записано. По поводу, ребят, кстати, по поводу майнеров. Если кому-то интересно, тоже можете мне написать. Потому что я вижу, что сейчас реально огромный бум и очень много разводящих контор, которые по предоплате полной работают, договор не заключают, и потом толком не высылают эти мани. По поводу, по поводу, по поводу, по поводу биткоин голд. По поводу биткоин кэша. Потому что я привык к аббревиатуре BCH. Да, BCC это когда только появился биткоин кэш. По поводу биткоин кэша. Ребят, биткоин кэш это чисто спекулятивная монета. По моему мнению, если вы со мной уже больше, чем полгода, вы знаете мое отношение к биткоин кэш. И когда Роджер Вер был одним из моих, в принципе, кумиров, дам его рассказать в блокчейн тусовке, после того, что он сделал. С одной стороны, он сделал круто, он битку дал второе движение, но немножко, я считаю, его предал. Не будем обсуждать Роджера. Он крутой чувак, он зарабатывает бабки, серьезные бабки. По поводу биткоин кэша, я не считаю, что эта монета может встать. Вопрос, что по биткоин кэш? По биткоин кэш, что он станет лучше биткоина? Никогда, я в это не верю. То есть это обычный форк, у которого серьезная поддержка, за которым есть люди, которые могут его поддержать в случае чего. И это их хлеб, это их бизнес. Все, ребят, не больше. То есть какие-то там супертехнологии. Вы знаете, кто знает у биткоин кэша, какие идут сейчас блоки вообще? Вы знаете, почему родился биткоин кэш? Сказали, какие мегабайтные блоки у нас будут? 8 мегабайт. Зайдите сейчас в блокчейн биткоин кэш и увидите, какие блоки они создают. Они в принципе не отличаются от битка в большинстве своем. Если я не прав, поправьте меня. Здесь в чате. По поводу, мое мнение по поводу кэша, да, хорошая спекулятивная монета, она не заменит биткоин. Может быть, когда-то его поддержит в чем-то, да, там, если где-то он справляться не будет. Но, мое мнение, это спекулятивная монета, обычный форк, который был один из первых самых качественных форков, который реально стрельнул. И, ну, молодцы. Молодцы, ребята, сделали хороший текст. Каждые последующие форки, они будут хуже и хуже, и хуже, и хуже. И все меньше и меньше к ним будет доверия. Эфир. Ребят, по поводу эфира, вы все спрашиваете, спрашиваете. Я не мониторил эфир последние несколько дней, даже, может, неделю. Именно эфир, да? По поводу за эфиром классика, мне смотрю. По поводу эфира, я вам ничего сейчас не скажу. Эфир хорошо стрелян... То есть, какая сейчас цена на эфир? Напишите мне, пожалуйста. На эфир цена в долларе. Напишите мне сейчас, какая. Вот. И давайте еще какие вопросы у вас. Ну, мне реально принципиально, ну, не принципиально, эфир сейчас неинтересен. То есть, я не вижу, как на нем сделать... Я не вижу, как на нем сделать сейчас какие-то иксы. По поводу лайткоина, мне очень нравится Чарли Ли. Первый раз на лайткоине я заработал очень хорошо, 100%. Когда он перешел на 100% в лайт и начал им заниматься. Второй раз потом он просел, и было новости. Опять 100% я сделал на лайте. Лайт, есть такое мнение, да, что всегда догоняет биток. И если биток будет расти, то, я думаю, лайт тоже будет расти. Ну, за лайткоином стоят серьезные люди. Поверьте, лайткоин это поярче, чем биткоин кэш. Ребят, ваших комментариев столько много, я не буду... Давайте еще о чем-то поболтаем. На самом деле, рассуждать очень можно много, очень много. Сорян, друзья, у меня проскользнули ваши... Дмитрий, почему вы нам ICO не рекламируете? ICO я не рекламирую принципиально, почему? Потому что... Ну, сейчас скажу про EMC, так, про Эйнштейна. У ИОТа чем больше людей в сети, Эйнштейн и ИОТа ICO. ИОТа, ребят, по поводу Dash, Ripple, Ripple, Dash, Dash. По Дашу мы говорили, по поводу Эйнштейна, ну, он уже сделал свое, да, EMC... Ну, как сделал свое, я не знал, он уже дальше пампится, но, опять же, заходите аккуратно. Заходите, смотрите, изучайте. То есть, я бы, если не заходил бы в такие перегретые монеты, это высокий риск и биткоин. Берите себе, ставьте, обязательно ставьте стопы. Особенно, если на ночь остается. Темная сторона фьючерсов, говорят, будут играть на понижение. Обязательно, если они выйдут на рынок сейчас в фьючерсе, монета сейчас пропампится, биток, там, может, до 20 даже тысяч. И потом, конечно же, будет понижение. По-любому будет отскок, по-любому будет регуляция. То есть ли, ну, комьюнити, интересно крупным игрокам купить дешевый биток. Это мое мнение. То есть, я просто по себе сижу, да. Я давно в этой теме, и, понимаете, бизнесу всегда мало. Бизнесу всегда мало. Хочется больше, 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 и хочется дешевый биток. Как они это сделают, не знаю, посмотрим. Насколько это дешевый будет вообще, это слово применимо или нет, это вопрос, скажу. Как создать надо было в школе, покупать биткоин. Ребят, я посмотрел свои транзакции год назад. Ребят, о чем можно говорить? Я вчера разговаривал с человеком, мы уже занимаемся биткоином не первый год. И мы посмотрели наши транзакции год, полтора года назад. И что мы увидели? Мы вчера об этом говорили. Что мы увидели? Что я платил в прошлом году за квартиру в Таиланде один биткоин. Я мог на свое день рождения прогулять один биткоин. И вы знаете, когда ты заходишь, когда тебе просто за твою работу какую-то скидывали два биткоина. Ну, просто это было чуть меньше двух тысяч долларов или полторы тысячи долларов. И когда ты просто ходил в ресторан, в кафе и, не знаю, эти деньги тратил, биткоин менял или платил за квартиру. И сегодня заходишь в блокчейн и видишь там, что, знаете, там есть такая функция, написано, что сумма на момент получения. И вот эту вот сумму на момент получения, ты видишь, что это было тысяча долларов, а сейчас это там 13 тысяч долларов. Вы пустили слезу. Нет, друзья, я не пустил слезы. Знаете, к чему это я говорю? Я это говорю к тому, что это не только у меня. Это абсолютно у всех. Это я общаюсь с многим количеством людей, через которых прошло сотни, тысячи биткоинов, сто, сто тысяч, ну, там, десятки тысяч, не сто тысяч, да, десятки тысяч биткоинов. И эти люди не знали, что так будет, понимаете? То есть в любом случае, когда... И почему на сегодняшний день нет огромного... То, кто даже давно в биткоине, у этих людей нет большого количества биткоина, потому что мы не знали будущего, никто не знал будущего. И на сегодняшний день мы не знаем будущее. Мы, как правило, опираемся на свои прошлые, на свой прошлый опыт и свои прошлые видения и понимания вообще рынка. 10 монет в долгосрок. Заходите, ребята, 10 монет в долгосрок. Заходите на CoinMarketCap, я вам штуку рассказываю. Выбираете себе топ-10 через месяц и каждый месяц делаете рокировку. Продаете ту монету, которая выпала из топ-10 и за ее деньги покупаете ту монету, которая вошла в топ-10. Или делаете такую рокировку раз в квартал. Ну, как вариант, ребят, схема рабочая. Любая схема рабочая и она же может быть и провальная. Поэтому, ну, если вы посмотрите эту схему, по которой я сказал, допустим, за последний год, то она очень круто сработала. За последние два года тоже. Вот, так, институты сказали IOTA. По поводу IOTA, ну, мы тоже поговорили. Да, IOTA, как работает IOTA, я не знаю, все знают или не знают. Но если у вас, чтобы мне отправить вам деньги, чтобы мне отправить вам какие-то монеты, мне необходимо подтвердить две предыдущие транзакции. То есть я, там нет комиссии в блокчейне, и я беру, подтверждаю транзакции двух других людей, да, и, соответственно, моя транзакция подтверждается потом. То есть мою транзакцию тоже, чем больше людей в самом блокчейне IOTA, тем быстрее будет проходить транзакции, тем быстрее будет работать сам блокчейн и интереснее. Я думаю, ну, конечно, по поводу начала. По поводу... По поводу... А, Сия, да, по-моему, говорили? По поводу Ripple. По поводу Сия стрельнул, да, Сия? Так, по поводу Ripple, вы говорите. Ripple очень интересная стратегия. Почему она мне нравится? Потому что это одна из первых монет, которые работают в реальном секторе с банками. И ее миссия, чтобы банки, соединить банки, да, с друг с другом и в итоге даже с клиентами. Вот. И уменьшить комиссии и ускорить транзакции. Вот. Ripple – децентрализованная площадка, и у нее есть будущее, если ее будут развивать. Насколько мощно ее сейчас развивают? Насколько, правда, новые подключения такие масштабные? То есть был как-то хайп на Ripple, да, и, кстати, Ripple давно не пампился, да. Он как пропампился, один из первых, когда был рост март-май, самый крупный, да, вот за год последний. Вот тогда Ripple первый пропампился, первый слетел вниз, один из первых пропампился, один из первых улетел вниз, и за ним пошли другие криптовалюты, как сегодня, помню, этот день. Вот. И технология интересная мне нравится. Как что, ребята, опять же, я не тот человек, который знает все монеты, анализирует монеты, постоянно много новых появляется. Я стараюсь изучать, смотреть технологию, что за ними стоит, какое руководство стоит, какие люди стоят, да, немножко фундамента применять. Какие люди стоят, какие цели, ценности, какая миссия у той или иной криптовалюты, для чего она пришла на этот рынок, сколько монет выпустила, хотят хайпануть, заработать денег или реально что-то создать интересное. Это всегда, всегда как бы играет роль. И, конечно же, действие, действие, да, потому что есть очень огромное количество монет, которые выходят на ICO с определенным ценником, достойных монет, и потом стоят дешево. Ну, вот так вот. Ребят, в принципе, я, если посмотрите мое видео, будет ли повтор роста в март-май, я очень хорошо там говорю, есть одно мнение, есть другое мнение. Нем хорошая монета, в свое время отлично, очень сильно пропампилась с начала года. Поэтому, ну, возможно, она на своем месте, возможно, нет. Нужно смотреть по новостям, что делается с ней и как делается. Но сейчас, ну, опять же, сказать, что есть хорошая точка входа в криптовалюте, это, ну, как бы, с одной стороны умно, с другой стороны глупо. Про биткоин кэш мы говорили, друзья. Также, я думаю, это видео будут ребята смотреть в записи. Вы пока пишите еще свои вопросы, я на правах рекламы вам скажу. У нас, кстати, ссылочки есть под этим видео. 19-го числа у нас 11-й поток нашего обучения стартует. Обучение там есть от стандарта, да, до продвинутого, до продвинутого уровня и есть там с индивидуальным подходом. То есть все, что нужно человеку с нуля, да, там, биржи, торговля. Мы много времени трейдингу уделяем, майнингу уделяем, ICO уделяем. Как торговать, как не попадаться, да, там, не попадать, не делать такие дешевые ошибки. Я говорю, которые в основном делают новички. Сейчас я вижу, что очень много людей, которые приходят в крипту, пытаются что-то делать, торговать, не получают, там, даже не со стопами работают, не по рынку работают, просто входят, если где-то кто-то что-то сказал. Вот. Я считаю, что минимальные какие-то знания, они нужны. То есть это не обязательно могу быть я, возможно, вам кто-то нравится другой, да, там. Вы можете пойти к человеку, обучиться у него, потому что реально это сэкономит очень много денег. Я знаю, сколько я потерял, когда я все это учил, узнавал, и понимаю, что те знания, которые даю я, например, они реально помогают людям сэкономить как минимум год времени. Ребят, да, в любом случае, я всегда говорю, конечно же, вот знаете, мне всегда самое классное и интересное. Вот, кстати, ссылочка на наше обучение внизу, там на сайте есть служба поддержки, либо чат, либо мне можете написать, я вам там отвечу на это. Мне всегда интересно, вообще любая деятельность, человек делает ее там в YouTube, если человек что-то делает, вообще делает какой-то контент полезный, да, я хочу, допустим, это видео я делал для того, чтобы вам было полезно, и надеюсь, вам оно было полезно. Если оно вам полезно, ставьте лайк, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, и делитесь в социальных сетях, там есть кнопочка поделиться. Только напишите, чтобы перемотали немного, потому что сначала у нас там заминка со звуком была. Все люди, кто что-то делает в YouTube, они либо обучение делают, либо еще что-то, потому что это наша работа, да, то есть это наш хлеб, наш бизнес. Конечно же, задача давать бесплатный контент, бесплатный контент, и кто хочет, приходит на платное обучение. И если человек не хочет приходить на платное обучение, он просто использует бесплатный контент. Понятно, да, что вы используете бесплатный контент? Я тоже постоянно это делаю, я тоже постоянно использую бесплатный контент, Потому что есть куча блогеров, куча смотреть. Также я постоянно учусь, обучаю, обучение, тренинги, тренинги. Потому что вкладывать свои... Поэтому следите. Следите в новостях. Будет реально интересная криптоигра. Продолжение следует...